Сегодняшняя тема нашего урока Вишутха, пятый центр Сегодняшнюю тему я привяжу к практике, которая называется Вишутха Дыхания Вообще, что происходит на этой практике И чем это полезно, что это дает вообще нам Что мы можем, где мы можем применять эту практику Вообще, как она полезна для нашей жизни Напишу, что Вишутха Дыхания Сразу же сходу вопрос в зал для вас Что вы понимаете под словом Вишутха? Что вы помните из того, что мы уже проходили на занятиях Ну, как вы это понимаете? Ну, отвечай, а ты за что отвечаешь? За коммуникацию В отношении кабины там Я поддержал Само выражение Да Вишутха чакры Это пятый центр Он находится в зоне горла Это энергетический центр Который Который Генерирует Особого рода энергию Эта энергия, если ее Видеть, посмотреть, почувствовать Визуально То она будет голубого цвета Многие из вас на занятиях видели, может быть, иногда проблескивал голубоватый такой бирюзовый цвет Переливающийся синий-фиолетовый Голубой, синий, фиолетовый Видели, да? Он не всегда появляется, но это можно увидеть, это можно почувствовать Потому что энергию мы можем видеть как цвета Если вы на занятии видели какие-то цвета Такой яркий, фиолетовый, либо желтый, либо красный Либо белый Это все определенный вид энергии И в соответствии, какой цвет вы видели Означает то, что у вас проходила работа в каком-то из энергетических центров Их шесть Вишутха это пятый центр И это очень интересный центр энергетики Потому что он отвечает за подход к делам Подход вообще к жизни То есть какой у вас подход к жизни к каким-то моментам Настолько у вас работает вот этот центр Что значит подход к делам, подход к жизни Сейчас мы напишем Подход к делам Это звездочка Кто из вас замечал Такой Кто-то делает Какую-то работу Интересно, увлекательно, привлекательно А кто-то делает ту же самую работу Скучно и уныло Замечали, да? В первом случае Когда человек занимается какой-то деятельностью Что-то делает Может быть он там палочкой мешает Интересно, что у тебя там Смузи, да? А кто-то это делает Даже раздражает, да? Это говорит о том, что Насколько прокачан вот этот центр Насколько этот центр проводит эти энергии голубого цвета Потому что Сразу вам скажу Та энергия, которая вам дается Которая у вас есть Которая через вас проходит Любого рода энергии Любого цвета Ее нужно реализовать То есть ее нужно как-то в жизни реализовать Что это значит? Если у вас Если через вас проходит энергия голубого цвета То это означает, что вам нужно ее реализовать в жизни Через... ну, каким-то способом Что это значит? Значит, что вы должны выражаться соответствующе Ну, удобно для вас выражаться Доносить свои мысли Это говорит о том, что у вас подход к делам должен быть интересный Ну, вам нравится даже то, чем вы занимаетесь Ну, и это вам не должно быть скучно Еще отвечает Пятый центр отвечает за то, что Насколько много новых моментов в вашей жизни Новшеств каких-то Количество этих новых моментов Обновления в вашей жизни происходит Потому что есть люди, у которых жизнь встала на месте Как, знаете, болото такое И он, как же вот так вот это что-то происходит Как же мне выпутаться Все встало и ничего не движется Это означает то, что у него Вот этот центр немножко заблокирован Блокируется он как раз-таки обидами Что-то обидное сказали Что-то где-то не дали Что-то где-то ущемили Где-то не так подумали Это ты подумал, что не так подумали В общем, где-то задело заживое И все То есть блок, он оседает вот здесь Тогда пропадает вот это вот, знаете, вот обновление То есть чувство обновления Жизнь как бы одно и то же День сурка Вот синдром дня сурка в жизни Это значит, что у вас просто что-то вот здесь не в порядке То есть вы не можете реализовать энергию голубого цвета Она не находит реализации в чем-то То есть она идет и не может никак То есть никак она не может реализоваться Вот для того, чтобы снимать подобного рода блоки Можно использовать практики Разные практики, их много И одна из достаточно серьезных таких глубоких техник Проработки пятого центра это вишутка дыхания То, чем мы занимаемся уже, наверное, два раза в неделю Да, мы поставили? В месяц Два раза в месяц Мы сейчас сделали Добавили еще одну практику Опять же, для того, чтобы заниматься такого уровня техниками дыхания Необходима какая-то база То есть если человек приходит без базы Что такое база? Это несколько глубоких сеансов дыхания Почему? Потому что если нету этой базы Не заняно, не проработано Еще же есть нижние центры Еще есть тело Если это в какой-то степени не проработано То этот центр просто не запустится, не включится То есть реализация пройдет криво Там просто нижние центра, которые не проработаны Заберут все внимание во время этой практики на себя Вот их нужно хотя бы базово проработать Вот и все Поэтому я рекомендую заниматься вишуткой дыханием Например, после двух-трех глубоких занятий Ребертинга, энергодыхания Это уже будет какая-то база Потому что нужно понимать, с какими ощущениями вы работаете Данная практика направлена на то, чтобы больше работать с сознанием С областью сознания И уже ближе к намерению Что такое намерение? Кто может объяснить? Хорошо, я вас помню Это может выглядеть за результаты Привоим для запускного процесса Как это происходит? Жень, можешь что-нибудь сказать? Как у тебя происходит реализация? Как раз таки мы подбираемся ко второй части Тоже слушать? Северник А чьи-то? Тоже йога, да? И так Подход к делам Речь Творческая сила Назовем Берем слово творческий Какой корень Творить Творить Создать Создавать Все творения происходят вот здесь В зоне пятого цели То есть если вы что-то создали Что-то связали Что-то нарисовали Сочинили Написали стихи Это говорит о том Что у вас происходит Реализация Энергии Голубого цвета Через пятую Чакру Через пятую Понимаете, да? Есть, например Ну, возьмем Например, третий центр Манипура, да? Желтого цвета Если реализовывать Энергию Третьего центра То получается Далеко не творчество Там получается Просто действие Оно может быть Не направлено ни на что Оно просто Какое-то действие Понимаете? А здесь уже Немножко другого рода Энергия Она как раз-таки Позволяет творить Создать Создать что-то новое Почерк арабской вязь С разных сторон Разный почерк Понятно, да? Что такое пятый центр? Вообще, за что он отвечает? То есть, если ничего не получается Например, да? Есть какая-то ситуация Которую не знаете Как решить Если решение Находится очень туго И топорно Или решение Кажется, что Кажется, что его вообще Невозможно найти Это означает Опять же Блок на пятом центре Почему? Потому что Только пятый центр Энергии голубого цвета Может вас вывести На нечто новое На какой-то новый ход Новый виток Понимаете? На какое-то новое действие Которое вы раньше не делали Если это не получается сделать То Нужно снимать Нужно поработать с горлом Как раньше работали с этим центром Пели Садятся за стол Наливают Я вот не знаю Чай, да? Чарку Чачу Самогон Самогон Ну У кого где? В России У деревнях, да Самогон И начинают Эй, гуляй, мороз Нам что-то на душах И начинают петь Петь задушевные песни Когда вы поёте ещё за душевную песню Не просто мантра А когда вы поёте за душевную песню То это у вас ещё подключается Четвёртый центр Панахар Слёзы наворачиваются Что-то такое происходит За душу цепляют Это значит, что вы работаете ещё с четвёртым центром То есть вы реализуете Энергию зелёного цвета Если вы читаете мантру монотонно Омммм И начинаете мне растворяться Это говорит о том, что вы ещё реализуете энергию Фиолетового цвета Синий-фиолетового цвета Потому что монотонная мантра Всё-таки уже работа сажения например бит музыка взять музыку да звуки бит постоянно до 3 цента просто долбит и все дун дун по мозгам бит иногда сейчас основа вообще музыки любую любой трек если разобрать вообще по запчастям звук любой разберите например хаос какой-нибудь современный электроник в нем есть бит под который хочется танцевать танцевать совершать действие постоянно монотонно да это третий центр если в этот бит встраивают голос приятный женский либо мужской какой-то голос душой то у вас работает третий центр еще подключается она вам хочется танцевать если это хорошо сделано хороший трек такой качественный и композитор хороших то вам еще хочется танцевать разнообразно пятый центр понимать мантры большая часть мантр построена на как раз таки разных оттенков звуков которые создают направление работы центров если мантра сердечная то это уйдет уже что если мантра монотонная то это уже шестой центр если вы поете вы еще прокачиваете пятый центр желательно петь хотя бы когда-то дома включили и зеркалом встали или пошли в караоке то там после вишутки и дыхания сразу бегом в караоке побежали в караоке говорит там сделали всех вот прошли занятия и полетели вечером опять взяли микрофон все там сидят вот как зрители они там как дали петь стал петь по-другому ну или голос вообще меняется после практики просто опять же есть разная степень воздействия на центры самое простое воздействие и установка коммуникации с энергетикой это работа с вниманием вы закрываете глаза и фокусируйте внимание на каком-нибудь центров фокусируйте внимание до тех пор пока вы физически немножко не почувствовали все у вас есть отвлек либо нету если центр заблокирован недостаточно хорошо работает да немножко придавили его где то то отклика нет нужно это дело прокачивать а дальше идет воздействие например на 5 центр пение то есть вы уже конкретно направляете действие на 5 центр вы начинаете петь либо кричать есть практики крика которые разгружают энергия гнева выходит через крик что происходит вы также воздействуете на какой-то из центров если энергия гнева идет через крик где есть гнев гнев у нас идет на третье эту злость агрессия это ближе к животному реализации животной энергии это гнев агрессия на третье цель вы можете реализовать опять же через вижу что вот этот интересный центр тем что он может реализовывать разные роды энергии вот и все дальше уже более глубокая степень воздействия на нашу энергетику так чтобы запустить процесс это уже дыхательные практики йога в какой-то мере но йога себя включает дыхательные практики из этого никак либо это будет просто физкультура там дыхание работает и внимание и физика а если мы занимаемся глубокими дыхательными практиками то там скажем так через вас просто проходит такой поток энергии которые еще телом чувствуется есть раз разные практики энерго дыхание то чем мы занимаемся или шутка дыхания то есть эта практика на самом деле уровня повыше чем просто ребёфинг холотропное дыхание энергия дыхания это немножко другой уровень эта техника себя включает работу с энергией творчества она позволяет вам реализовать ту энергию которая не была когда-то реализована то есть что есть блок это не реализованная энергия которая скопилась она заблокирована то есть ее нужно реализовать но когда-то это не произошло когда-то где-то вот что-то не сказали когда-то где-то вы обиделись то есть пошла энергия а реализации не было все создается блок если еще раз лук уплотняется потом ферментируется и получается там просто ну что-то человек уже не может что-то у него уже идет не так и он не знает он ищет причину своих проблем или решения вовне что мы же ищем начинаем искать снаружи а все причины они находятся в нас понимаете да то есть мы фактически через вас да да либо либо вы либо высказать обидчику или что-то еще сделать нужно реализовать обязательно если вы не реализуете потенциал этот потенциал остается в вас как заноза и все то есть мы должны проводить к нам к нам приходит энергия она через нас проходит и мы ее уже реализовали пришло какое-то знание его надо применять либо если вы не применяете знание просто кошку запламляет так что потом приходит еще одно знание а вы то еще не применили вот как интересного еще одно знание пришло потерял там уже три знания в голове ничего не реализовано все уже внутренний конфликт нужно применять либо откинуть вообще даже не заниматься так совсем так в принципе с любым центром то есть необходимо чувствовать тот рот энергии либо ну да тот рот энергии который нужно реализовать но это можно просто на жизни проследить как бывает если есть какие-то обиды какие-то моменты в жизни которые вы не можете решить нужно разобраться с какой области какой области это происходит если человек нерешительный он не может как бы скованный в действиях стесняется такой у него низкая самооценка у него просто не реализован третий центр манипура у него не может реализовать себя не может действовать он зависит от того кто его пнет пнули полетел не пнули орел птица горда не пнули не полетел но это уже скажем так ну это не это мешает жизни это просто мешает а вот вишутка дыхание одной из практик которая работает что происходит происходит здесь следующий момент я просто на примере этой практике могу рассказать про все остальные центра смысл один пятый центр шестой вот это вишутка вишутка здесь центр творческой энергии энергии которая позволяет творить создавать про все центры про все центры хорошо давайте знает на этом примере расскажу потом про все просто это отдельная лекция на самом деле она у нас есть записи там просто просто чак что из чак но сегодня пробегусь очень очень образно пробегусь по по всем а у нас есть еще ваккара там она где-то снизу садхистана манипура хата каждый центр имеет примерно свой оттенок свой цвет энергетический если мы занимаемся благодаря практике дыхания пропустили энергию через эту зону мы почистили энергетическим ершом это цель дальше как только мы проработали тело идет следующий центр садхистана так где два пальца ниже пупка эта зона это скажем так сексуальная энергия эта энергия которая отвечает за удовольствием более приземленно вкус вкусно ощущение какие-то приятно если например вот эта зона заблокирована то чек не не чувствует вкуса жизни что только не пробует ему не доставляет удовольствием именно удовольствием а дальше это эмоциональная зона это второй уровень эмоции эмо но тут тело тело эмоции здесь как раз таки начинают вываливаться страхи какие-то эмоции ближе к негативу то есть это как слой это может быть за одну практику проработаться часть этого центра часть этого может прыгнуть и на анарката может прыгнуть и на третий центр и как только мы как только практика дыхания проработает через практику проработается часть от этого центра так чтобы он запустился как-то через него энергия прошла так чтобы она участие и реализовалась что-то реализация на этом центре это значит что чек осознал какой-то свой страх глубинный осознал что вот оно как теперь я этого не боюсь все он осознал а это значит что центр немножко почистили то есть он немножко проработаться у нас идет проработка уже третьего центра либо они частично запускаются раз-два-три раз-два-три за один сеанс может вообще 4 5 центров проработать но в разной степени а бывает такое что за один сеанс прорабатывается работает только одна зона только одна зона все дальше проработка на уровне манипуры в глубоком дыхании сопровождается как вы думаете что происходит когда у тебя прорабатываете когда прорабатываете я сейчас не помню хочется двигаться хочется двигаться танцевать там бодриться там что то там как-то двигаться даже хочется танцевал так что лежа да хочется двигаться как-то в ритм войти потому что этому соответствует ритмичная музыка когда музыка достаточно ритмичная то тело пускается в пляс начинает лежа делать вокруг таза либо другой момент человек вспоминает откуда-то асана из йоги и начинает делать какие-то упражнения из йоги это также является проработкой третьего центра все больше ничего дальше подвигался потанцевал и ближе к концу приходит умиротворение чувство чувство любви ко всему живому вы даже если вспоминаете своих ну это в конце ближе вспоминаете всех людей которые вам когда-то вы так считали что сделали что-то не очень хорошее и вы их тоже любите вы всех любите вы любите всех кто в этом зале вы любите вообще всех всю планету каждую травинку каждую собачку и так далее вот это чувство оно может быть ну длительным в конце либо может быть мимолетным такой дзык и все и прошло это значит что произошла реализация на уровне анахаты это зона сердца вот это зона солнечного сплетения понимаете как практика работает то есть что происходит и она может за один сеанс может может идти по разным центрам необязательно там вообще нет порядков никаких вот если эта зона эта зона эта зона дзык 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 знаете матричный принтер дзык 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 по центрам ходит то так же происходят процессы поэтому их лучше лучше всего на занятии почему головой лучше туда не вклиниваться не мешать хоть как хоть какой-то момент нужно отпустить вот этот поток который сам уже забалансирует ваши центра потому что идет просто балансировка понятно да это вот большая часть работы с нижними центрами происходит именно на практике глубокого дыхания ребёфинг холотропка туда же вообще глубокое дыхание лежа и долго поэтому нужна база для того чтобы уже работать с вишутхой это пятый центр тут энергия немножко другого порядка она сильно тоньше и шестым центром нужна уже просто отдельная практика иногда некоторых забрасывает во время ребюфинга холотропа иногда забрасывает сюда да но этого недостаточно лучше отдельную технику на это выделить тогда будет такой ощутимый эффект а можно вот здесь вот если допустим во время ребюфинга до 4 цента уже не проработаются может такое быть? не проработаются? да частично проработаются? частично у вас не будет такого что они все не проработаются вообще у вас будет проработка в зависимости от того насколько они имеют реализацию энергии то есть если муладхара имеет низкую реализацию у вас просто будет несколько занятий либо все занятие будет посвящено только вот этому центру потому что если вот это как батарейка понимаете это ваш аккумулятор муладхара это корневая чакра которая в принципе питает все вышестоящие то есть если проблема здесь то не будет запитываться вся цепочка потому что энергию мы берем с нашего аккумулятора обязательно то есть ну по другому никак и если эту проблему не решить здесь но это не могу назвать проблемой если не реализовать тот рот энергии который здесь находится то реализация с более высокими ну более высшими центрами будет стоять на месте на примере объясню расскажу на примере один парень начал заниматься йогой энергетическими практиками медитировать читать мантры но он так как он жил в городе все его эти практики все его занятия привели его к такому убеждению что социум это зло все люди рабы они не посвящены духовности и так далее в общем он так ушел в духовность что пришел день когда ему просто банально нечего кушать понимаете он не мылся несколько дней лет хотел сказать там несколько недель не мылся когда он жил на вокзалах вот но он так верил он он да он он так ударился в духовность что вот как очень хочет улететь в индию очень хочет в индию улететь там же много таких духовных живет и у него нету ни денег ничего то есть у него вот явная материальная проблема ему некомфортно то есть получается что получается он отрицает социум он полностью отрицает материю то есть проявление мира материального и говорит что это все иллюзия этого это неправильно все люди идут неправильным путем деньги это зло и так далее то есть у него формируется такое убеждение о чем это говорит о том что он лезет вот сюда вот сюда он хочет сверхспособности получить сверх но ему почему то у него не получается за иметь никаких сверхспособностей он очень упорно занимается духовностью но у него не проработана муладхара как раз таки материя собственность она здесь находится что нужно сделать ему нужно забить забыть про всю эту духовность заняться собой выйти на какой-то уровень и реализовать энергию вот этого плана идти поучиться устроиться на работу либо открыть бизнес еще что-то сделать вообще залезть материю настолько насколько он залезал с каким упорством залезал в эту духовность вот и все что происходит он забалансирует себя с другой стороны у него появится возможность улететь в Индию и нормально достойно реализовать то что он хочет тогда у него все дороги открыты если этого не будет то это будет такая однобокая духовность которая голодная духовность понимаете да чем есть такие йоги которые что-то там материя все это почему говорят что невозможно там верхняя чашка если он сам ешь на если внешние компании не поработаны то это будет вот такой запомнил а как вы мне понимаете есть практики которые взламывают даже на чакру взламывают техническим путем ее раскачивают так что человек начинает видеть какие-то там какие-то вещи которые не относятся к материальному миру либо галлюцинации пусть человек может свихнуться почему потому что он не устойчив у него не проработан низ а он не сможет потом жить в этом мире здесь потому что изначально нужно реализоваться тут хотя бы иметь какую-то базу платформу а потом уже и заниматься духовным развитием возможно но это будет очень печально это не нужно возможно есть практики которые ломают ажу так что потом закрытыми глазами мы не можем уснуть я там такое вижу что человек не хочет видеть а он видит это дисбаланс это не в балансе у вас должны быть проработаны все все энергетические центра абсолютно на каждом центре должна быть реализация если этого не происходит то вы будете чувствовать что ваша жизнь чего-то не хватает все если чего-то не хватает все ваше внимание будет сфокусированным не на гармонии далеко на чем-то на том что не хватает и проблема в том что человек начинает искать вовне вовне он становится таким неким вампиром энергетическим который всех турсучит и пытается забрать энергию там желтого цвета у других потому что своя не реализует и все ну на мозг капать начинает терроризировать там не знаю воздействовать на окружающих там да 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 там вибрировать это означает то что он окружающих раскручивает на энергию такого цвета и все они ему просто дают невольно что он провокатор провокатор он забирает энергию манипуля то есть если человек прощается какой то проблемой с какого ли посмотрел вот у меня значит у меня противоположие соответственно начинает если ему даешь карьеру соответственно справиться в ситуации значит вы даете ему свою энергию то есть в любом случае это всегда выводы я вообще вам рекомендую никогда не слушать чьи-то жалобы ни от кого как только баба начинает кто-то жаловаться вот у меня жизнь плохая это не получается в больницах так ужасно все убить и сразу вообще этот разговор вообще на корню не принимайте ни от кого жалов никого не жалеете нельзя никого жалеть либо вы закрываете своими сожалениями развитие этого человека понимаете потому что для того чтобы этому человеку развиться ему нужно реализовать энергию а он ее не реализует он просит это сделать вас и вы за него делаете потом он просто пользуется вашей энергией что вам то тоже нужно в своей жизни производить реализацию именно в своей жизни понимаете а вы занимаетесь реализацией энергии в его жизни жалобы вообще надо рубить просто это это очень 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 вещь которая тормозит понятно да вот и все таким образом вишутка дыхание я еще не сказал про мы дошли до вишутхи начинаем раскачивать этот центр если у вас мало-мальски проработаны нижние зоны нижние центра то вот здесь будет ну достаточно легко реализовать энергию голубого цвета ну легко легче нежели чем здесь будут какие-то затыки блоки почему потому что в момент практики дыхания она идет минут 20 20 минут и больше идет активная фаза активное дыхание в течение 20 минут которое раскачивает вот этот центр и во время практики происходит стягивание энергии в пятый центр просто она вся стягивается вот сюда то есть тут уже должно быть должен быть нормальный ход более-менее хотя бы часть каких-то блоков снята тогда здесь будет все хорошо поэтому необходимо пройти несколько занятий хотя бы глубокого дыхания это как база дальше 20 минут мы отдышали и мы меняем тактику то есть если здесь была активная практика здесь была активная работа то после активной работы нужно поменять на пассивную то есть это просто мы отпускаем то есть мы прекращаем какую-либо деятельность дышим ровно плавно и расслабляемся все здесь мы отпускаем всю накопленную энергию которая скопилась в пятом центре отпускаем и она мощным потоком устремляется в ваджну а это как раз таки интуиция и чистит межброви все тут мы видим фиолетовые цвета кто еще что видел какие ощущения у меня белый белый хорошо белый прекрасно картинки фиолетовый цвет белый цвет такого порядка либо такой синий синий фиолетовый да вот хотя некоторые зеленые видят ничего там нет здесь просто идет серия визуалов визуальных каких-то сериалов что здесь происходит вот это вход и выход уже такого рода энергии которая ну один из самых тонких видов энергии то есть это мысли это вы это объясните то есть через эту точку так вас есть некаго видения ситуация такое за свое видение ситуации оно такое avana Насколько у вас чистый этот канал, настолько вы ближе к реальности, настолько вы ее воспринимаете такую, как она есть. Если загрязнен канал Аджне, то человек видит реальность искаженную. Это что значит, у него происходит подмена реальности, либо через мысли, либо через внутренний диалог. То есть он описывает реальность не так, как она есть, присваивая реальности происходящему, какие-то свои смыслы вообще, которые к происходящим, к ситуациям не относятся. Конечно. У некоторых так это и не развивается, никогда. Поэтому мы сегодня здесь собрались, чтобы пообщаться. Все, тут уже все проще, потому что мы отпускаем вот этот комок энергии, который скопился здесь, просто отпускаем, и он стремляется сюда. Это явное ощущение, которое происходит в зоне межбровия. Все. Ну, плюс медитация. То есть я также захожу, просто я раньше этого не делал, на вершутах дыхания. Сейчас я немножко добавляю, не знаю, как это называется, состояние. Сюда. То есть раньше это была просто практика без медитации? Да. Медитация была, но она не так, скажем так, на автоматическом уровне. Сюда. Сейчас мы еще немножко фарсируем. Сейчас мы еще немножко фарсируем. Дома, когда мы дышим коротким дыханием, глубоким, Понятно, да? Вопросы? У меня вопрос по глубокой, домашней практике. То есть она проходит, получается, синий, а на каких центральных вообще воздействиях? То есть это дышуство и отжна или это все? Общее. Общее, да. Дома, когда мы дышим коротким дыханием, глубоким, да, связанным, то мы воздействуем на общую, на всю схему нашей лекции. Ажно? Да. Ну, много разных практик. Просто вишутхой мы ее прорабатываем обычно. Либо можно просто, ну, я не знаю, но одну из практик еще хорошо бы раскачать образное мышление. Сейчас расскажу несколько практик, которые очень хорошо прорабатывают ажни. Можете просто их запомнить для себя, как это делать. Смысл? А вот то, что прорабатывает, а еще можно сказать то, что блокирует. То, что блокирует, да? Да. Что блокирует? Нет, тут парочка. Парочка. Нет, тут парочка. Не попробуй. И уж сколько ни раз скачивается, что блокирует, то… А, да. Да. Нужно просто чувствовать, когда получили… Например, если в детстве, да, ребенок сумничал что-то, да? Ну, пытался как-то донести родителям свое какое-то мнение, свое какое-то представление об этом мире. А если его резко ломануть, оборвать, то это не так, все, ты не прав. То есть, понимаете, вы построили какое-то представление, какое-то понимание, да? И другим пониманием это выбить из вас. То есть, это больше идеология. То есть, если ваша идеология ломается, да, на чем-то… Ну, например, ложь блокирует ли? Когда человек не искренне, постоянно… По-моему, как раз в цепи, да? Да. Ложь – это что? Это… искаженное восприятие. Человек, когда обманывает человека, значит, он выдает, ну, не то, как на самом деле. Он ее блокирует. Да. То есть, он уже заблокирован. Ну, и поддерживает его с блоком, да. Ложь – да. Но это просто уже как следствие блока. Ну, человек просто не видит реальности. Он может сам себе врать и как бы не видеть. Это уже причина – следствие. Это уже следствие. То есть, ну, либо самообманывает. То есть, человек сам себя обманывает и все. Ну, да. Это наличие блока. Потому что, когда человек приходит к пониманию того, что… Вот оно как! То есть, у него происходит… Ну, и так же и осознанность. Осознанность какой-то ситуации. То есть, либо она такая широкая, то есть, вы осознаете много элементов в единицу времени, либо человек осознает два-три элемента в одну единицу времени. То есть, он не полностью владеет ситуацией, он не видит. Ну, слепой человек. Вот и все. То есть, нужно поработать с неправильным. Много практик. Просто есть мантры, которые чистят. Хорошо. А в нашем случае просто мы рассматриваем дыхательные практики, которые именно работают с центральной. То есть, получается, у нас две друг друга дополняющие техники – это энергодыхание, ребёрфинг и вишутха дыхание, которые они друг друга дополняют. Все. Рекомендую заниматься глубоким дыханием, то, как вы чувствуете, хочется или нет. Потому что можно так накачаться, что вам на несколько месяцев хватит. И все. Но потом можно поддерживать процесс, либо заниматься самостоятельно связанным дыханием, но не настолько глубоко уходить туда. То есть, просто поддерживать состояние. Это что значит? Это значит, что время от времени прокачивать вот эти центра самостоятельно не настолько мощно, как мы это делаем в группе. Но достаточно для того, чтобы поддерживать постоянный энергообмен на этом уровне. То есть, дышать дома, да? Самостоятельно? Конечно. Только по тому принципу, который я рассказывал в лекции. есть лекция, «Практика дыхания» называется. Вот в этой лекции я полностью рассказал, как делать самостоятельно дыхание. Посмотрите. Найдите время, посмотрите, как можно заниматься. Потому что там практика дыхания, она не такая глубокая. Там есть? Все есть. А как шестой центры, когда-то? Дешевка дыхания, либо… А, практика. Либо образное мышление. Вы представляете каплю, как будто она зависла в воздухе. Но вы представляете, капли нет. Вот вы сейчас можете это сделать. Представьте, что летит капля, и она зависла в воздухе, и вы на нее смотрите. Понаблюдайте за ней, что происходит. Можете закрыть, открыть глаза, как вам угодно. И посмотрите на эту каплю. Она должна висеть. Если она падает, то у меня хорошая. Если она падает? Надо остановить. Как зрение? Ну, придумайте, что она немножко встала. Ну вот сейчас представьте, что перед вами капля висит. То есть вы нажали на паузу, когда она летела. Видео. Видео капли нажали на паузу. Она у вас зависла во времени, в пространстве. У кого сложность? Есть представление? Сложно, да? Она дергается, наверное, да? Растворяется, да? Хочет поменять свою пасть? Да? Вот работаете. Это можно просто в течение 15 минут дома делать самостоятельно. Следующий момент. Как только вы для себя проработали эту технику, вы хорошо представляете каплю, у вас включается уже образное мышление. То есть вы можете моделировать в 3D вообще видеоряд как хотите. Дальше. Потом вы представляете две капли одновременно. Представьте два предмета одновременно. Две капли сейчас. Как хотите. Два предмета. Надо, чтобы два было, да? Сложнее, да? Внимание туда-сюда переключается. А 3 есть еще и 4, и 5. Надо дойти до 7. Привет. Привет. Не скажи… Ну, может быть, это хорошо, что и слегка. Ну, там дальше 4 и 5. Вы врубаете на полную катушку, вы загружаете 6-ой центр так, чтобы он вас просто кочегарил как только может. Это и есть образное мышление. То есть вы моделируете в 3D визуально какие-то картинки. Или шайф. Можно вопрос? А вот, допустим, там техника, как в осознанных сновидениях сандроектиручистить от себя, это не то же самое? Ну, есть связь. Есть связь с этим. Просто в осознанных сновидениях необходимо делать якоря так, чтобы там вспоминать для того, чтобы включить осознание во сне. Ну, например, на руки смотришь. Руки в себя под рукой. Ты во сне. Оп, руки. О, я во сне. То есть у тебя включается осознание, ты входишь в осознанный сон через эти якоря. А здесь эту практику можно использовать также для якорей во сне. Потому что сны становятся гораздо ярче, если вы попрактикуете визуализацию. Вот, допустим, когда я начинаю практику изниматься, я всегда снимаюсь, но когда я веду какой-то образ жизни, более неосознанно, скажем так. У меня сны снятся. Сейчас их нет вообще. То есть сны-то снятся, естественно, но это не вообще. Частота. Что утром? Но сны всё равно снятся. Я знаю. Просто нет связи. Просто вообще нет связи. А когда разрывается связь со снами, это значит, что вы заходите очень глубоко во сне. Глубоко. Понимаете? Если взять сны, раз вы уж так хотите, я вам сейчас расскажу. Получается так, чем больше зонёшь, то я их меньше вижу. Это нормально, ничего там такого нету. Это поначалу может быть так. Потом вся ситуация может поменяться. Вот возьмите сон. Это бодрость. Тут бодрость, тут сон. Поверхностный сон, это вот здесь. Осознанный сон, выход из тела, это вот здесь. Когда сны снятся, но вы их не помните, это вот здесь. Поверхностный сон, он тоже может быть достаточно глубоким. Но вы помните всё. То есть, вы помните, у вас был сюжет. Но он вот такой вот. Такой вот, да? Да, это считается поверхностный сон. Когда вы не помните сон, у вас есть видеоряд, есть сон, но он находится сильно глубже. Вот и всё. А с бодростью связи нет. Слишком глубоко. Всё. Поэтому попасть, если хотите осознанные сны практиковать, попасть нужно в среднюю зону, в которой… Что меня уводит на это? Что-то уводит. Что-то фиксация. Внимание не зафиксировано просто. И всё. Но там же вот таким вот образом. Точка сборки вот так вот. Игорь. Для того, чтобы закреплять точку сборки, нужно тренироваться её закреплять здесь, в этой реальности. Потом уже лезть туда. Просто есть у некоторых прямо предрасположенность к осознанным снам. У них этот навык уже с детства от природы. Им это делать легко. А если вам это делать сложно, вам нужно этот навык просто раскачать, выработать и всё. Весь масса практик для того, чтобы туда проникнуть. Мне это мало интересует. Прекрасно. Да. Сны – это отдельная тема. Понятно, как работать саженой? Как же визуализация помогает вам в жизни? Как вот эта практика с каплей, с двумя каплями может помочь вам в жизни? Ну-ка, скажите, цели ставят. Ну да, цели ставят, да. Дом захотел, ты не полез в компьютер, ты его спроектировал в голове. Что ещё? Как ещё? Самый ключевой момент. Мечтать. Мечтать? Мечтаю я. Десять лет. Что? Моделирует, помогает реальность. Ну, моделируешь ты реальность. Круто. Сижу, моделирую такую реальность. Что-то моделирую. Три года моделирую. Классно моделируется. Как это можно вообще применить? Ну, люди, потому что говорили, что он отвечает за интуицию, то, наверное, там сами уже будут картинки проектироваться и ты уже... Интуиция? Можешь их как-то поменять? Небольшая оговорка. Интуиция – это уходящий канал информации вас из реальности. Да? Из теневых аспектов реальности. В вас входит информация, но она реальна. Это интуиция. И вы знаете. О, я знаю. Логически это сложно объяснить, потому что это теневые аспекты. Невозможно. Да, это не относится к этой реальности. Но вы это уже знаете. Соответственность интуиции – это входящий канал. А визуализация и построение, моделирование реальности – это исходящий канал. Это уже воздействие на реальность. Понимаете? Вот есть входящий, есть исходящий. То есть, чтобы передавать другому человеку свои... Точно. Вот я этим только что сейчас занимался. Я сейчас вам передал модель, как работать с этими так-то, так-то, так-то. Вы, значит, загрузились. Все каплю представили. Представили две, представили три, четыре, пять. Я просто вам передал вот эту модель через свой канал вам. И вы можете сами самостоятельно это уже практиковать. Все. Когда вы общаетесь с человеком, если у вас раскачано ажно, и вы общаетесь с ним, то вы можете двумя словами ему передать такой объем информации, что он потом вот такой будет. Потом будет распаковывать, и распаковывать, и распаковывать. Понимаете? Человек сказал два-три слова, а у вас просто в башке вот такой образ 3D. Вы такие, оооо. А кто-то говорит все и ничего. Говорит два часа, и непонятно вообще, о чем речь. Почему? Потому что у него представление вот такое, а слов, описание этого вот такое. Вот и все. И все, раскачивайте и работайте. А? Какое я не чакру раскачиваю? Анахата. Кришна это анахата с зеленым цветом. Ну, послушайте, мантра, мантра, тональность какую имеет? Тональность добрую и непринужденную ни к чему. Какая честь сразу появляет. Это анахата. Если бы они пели... Да, если бы они пели... Ооо, намакшивая. Ты бы, короче, в груз какой-нибудь. Но это ажина получается. Да, это ажина. Шива это ажина. Шиваиски мантра. Но опять же, помните. Что? Сюда лезть не следует. Если вот здесь проблемы. Не надо. Работайте с копчиком. Как с ним работать? Берете лопату, едете на пазы. Я серьезно. Я серьезно. Или спорт. Берете железки и понесла. Фломищу просто грузите в физику. Так, чтобы она просто... Все. Потом уже идете... Восстанавливаетесь. И уже занимаетесь духовностью. А, нет. Потом заработаете денег. Сделаете денег, точнее, да. Проект какой-нибудь в социуме, да. Что-то сделаете. Ну, какую-то коммуникацию. Что-то сделаете, да. Потом произведите, что-то придумаете. А потом уже в другом. Ну, оно получается как бы все просто. Ну, не просто, но не как бы запутанно. Просто запутанно. А как не забивать вот эти нижние чакры? Как на них не забивать? Нет. Когда я открылась, как когда-то не любить. Поставить фильтр. Физическими упражнениями. Любая физическая активность – это проработка зоны пупочек. Абсолютно любая. А еще лучше – работа с землей непосредственно. На Пазене. Картошку. Помните, как раньше, да? Кто на картошку ездил? Всем не хотелось. Всем хотелось поклубиться, потусить. Зато потом, после картошки, как круто было, да? Прямо что такое… Душа поехала. Эта гадкая картошка позади сегодня в клуб. Но это не потому, что картошка позади. Потому что вы получили энергию от земли. Вот это вот, мать какого красного, красно-коричневого цвета вы и напитались. Все, ваш аккумулятор заряжен. Теперь у вас светятся все лампочки. А не только парочку там. Все. Можно. Все равно работать с землей придется. Там посадить цветы, там еще что-то. Взаимодействие должно быть. Вот вы просто смотрите, да, на цветы. Ну, это низкий энергообмен. То есть он должен быть. Ну, я где-то сказала, что если дерево обнять, то там энергию будет передавать. Обнимайте деревья. Нет, я соглашусь, это нормально, не отрицают. Да, это тоже есть. А можно сказать, что будет? Блоконтактно. Какие-то дают, какие-то… Просто да. Что-то ваше, что-то нет. Вы просто поймите, в разных практиках, в разных направлениях, разный энергообмен идет. Понимаете? Энергообмен. Вот я сейчас представляю вот здесь точечку и все. У меня один энергообмен, там чуть-чуть шевелится. Я начинаю делать практику того же дыхания. Там совершенно другое движение, в большем масштабе. Все. Но можно по чуть-чуть его там. Дринь-дринь-дринь-дринь. Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Все. Как вот эту не заблокировать? Получайте удовольствие, тусуйтесь, пейте вкусные чаи, полезные. Кушайте вкусную пищу, занимайтесь приятными этими вещами со второй половиной. Прокачивайте, создавайте энергообмен на Сватхистане. Сватхистане. Если это прекращается, человек начинает, ну и никому не нужно. Ничего не входит. Да, но по большей части, может быть, в природах заблокируется что-то. Ну, что-то не так пойдет. А какими же там предыдущими? Не знаю, я могу сказать, что все равно отправная точка здесь и сейчас. Прямо сейчас. Предыдущие работают, конечно же, да. Есть практики работы с родом, но все же все здесь, в этой жизни. То есть, если вы маломальски налаживаете энергообмен на… Ну, достаточно такой хороший энергообмен на всех центрах, на энергетике, то вам этого уже хватит для того, чтобы снять какие-то вообще там блоки уже самостоятельно. То есть, они уже не будут на вас так воздействовать. Вот и все. По большей части в этой жизни. Да, вопросы есть? А курс, который 8 занятий техникой нарядки, а вишутка это какое-то еще? Это дополнительное занятие для тех, кто базу прошел. 8-8, да. Не, но есть люди, которые после 3-го, 4-го занимаются вишутками? Скажу отзывы, пару отзывов людей, которые проходят вишутку. Первые 3 дня идет очень такая хорошая активность в плане видения ситуации как-то с другой стороны. То есть, интуитивное восприятие обостряется настолько, что спецэффекты необычные. Но это работает, это очень хорошо работает, потому что нужно просто замечать, следить за этим, что происходит. Это не просто практиковали изобилие, слили это, да? Нет, просто осознанность, во-первых, поднимается после практики. Но опять же, не заново проработать. Хорошо. С дыханием, спортом позаниматься – это хорошо. Передвешут – это хорошо. А про манипуру вопрос еще? Блокируется? Блокируется? Блокируется в детстве по большей части. Болезни желудка – это все манипуры. Неуверенность в себе, в своих способностях – это все блокировано манипуры. «Я не могу, я не уверен». В смысле, если такого плана – это разрушающие мысли, то последствия уже заблокированы третья часть. Как ее разблокируется? Хотите выступить хорошо перед публикой? Да? Публично. Пресс качнули и все. Пресс качнули. Да. А вот Влад Харата с нижней, вы тоже перед ним ходите? Поехал на фаззенду с лопатой. Ну а если вот сейчас на фаззенду? Живешь гантели – поехали. Берешь гантели, приседания со штангой. Приседания со штангой – то, что работает с этим. Очень хорошо делает, прокачивает Муладхару. Ну, низа хорошо прокачивает. Есть фильмы «Мирный воин» смотрели. Там он дал этому оси задание встать. Да, это поза всадника, это ушуийская поза. Вы просто делаете ножки ровно, параллельно друг к другу. И садитесь вот в такую стойку. Так, чтобы бедра были параллельно полу. В принципе, ее достаточно, да? На первое время. Пять минут. Ставьте только. До пяти дойдите. Вот. И ручки вытягивайте. Спина ровная. Все. И двигаться нельзя. Потом вот так вот колени. А если там пять минут раздеваешь, можно дождаться? Ну, на раздаче. До пяти минут дойдите. Все. Пробивает так, башню сносит. Что происходит? Жар вот здесь. Жар в бедрах. Идет, идет, идет. Идет, поднимается. Скапливайте. Вот здесь. Шар энергетический. И вот этот шар идет, идет, идет. И потом тебе в голову красным цветом. Все в красном просто. Ну, нужно до этого дойти. Все в красном. Небо в алмазах таких белых. На красном фоне. И вот тут важно, чтобы сзади вас было... Ну, вот пару таких вот. Потому что сразу же желательно туда опрокинуться. и отлежаться. Ну, даже после бега, я вспоминаю, сейчас тоже красный. Вег-то манипург. Вег-то манипург. Вег-то манипург. Вег-то манипург. Не, ну физуха-то есть в любом случае. Но это три нижние. Вот и все. А сколько нужно брать его? Прямо как вышел? Нету рецепта. Нету конкретного, четкого рецепта. Как врач. Вот вам выпишет две таблеточки с утра, две таблеточки утром. И все. Есть база, критическая масса состояний, ваших состояний, вашей психосоматики, вашего мироощущения. И вот эти состояния имеют эффект накопления. Просто у кого-то, кому-то, кого-то взрывает с первой практики. Ну, есть люди, которых вот с самого начала занятия, и у них там все, голову разнесло. И им хватит. И они две недели вот ходят на таких вот. А есть человек, который, ну у него инертность такая высокая и ему нужно несколько практик для того, чтобы такой толчок почувствовать. Вот вы как по себе чувствуете? У вас сразу идут ощущения после практики? Или потом догонять это там через некоторое время? Потому что есть люди, у которых после курса там такое начинается, а во время ничего, вообще ничего. просто что-то со мной не так. Все так, работает. Потом начинает писать, а там у меня то, все сразу, все как началось, что делать? А врал, там то, сё, поехал, все. А я же не готов, я же уже, ну, расслабился человек, волна накрылась. А есть люди сразу, первое занятие, все у него начинает уже происходить. Тут нужно смотреть. Но обычное обострение восприятия первые три дня после вообще каждой вишутки, после каждой практики вишутки дыхания обострение идет два-три дня точно. Но немножко, немножко другое восприятие. Немножко вы по-другому смотрите. Вот этот эффект он стойкий сохраняется. Ну еще с голосом что-то меня, что-то происходит. Он становится четче. Петь вы, может появиться слух там, голос. Кто заметил? Заметили, да? Голос поменялся. Ну после, да. После вишутки голос обычно. Не, ну поешь это стандартно. Хочется петь, что-то там. Пиваешь, уже не гитару дойти в руки. Канал чистый, он требует... То есть пошла энергия, все, и тебе нужно ее реализовать. Рекомендую реализовать. Замечаете, что раньше по ошибкам нет, а сейчас уже прям нет? Сейчас уже не это, а сейчас уже четко попадаешь в ноты, да? А если без профиля нашего состояния? Это что значит? Канал совсем чистый? Да, чистый канал. Мы уже приезжали. Понимаете, каналы же не должны быть, ну, забиты. У человека, ну мы же как... Ну знаю, ну как бы, нет уже такого желания переживать там, чего-то делать. А иногда бывает, что прям вот хочется чего-то одного, а либо там пойти спортом-то заниматься, либо наоборот. Пожалуйста, пожалуйста, занимайтесь. Вообще, ваше тело, ваша энергетика, ваше подсознание вам всегда подсказывает каждый день. Мир с вами общается всегда, ежеминутно, ежесекундно на языке знаков. Понимаете, о чем я говорю? К каждому из нас приходят знаки. Просто кто-то их видит, кто-то их не видит. Все. Вот вообще вся разница. Насколько вы можете чувствовать, видеть знаки, которые именно для вас? Потому что знак для вас мне будет непонятным. Ну, к примеру, да? Вы скажете, вот, это так, это так. А это чисто вот для вас информация. Все, она для вас. Вы ее можете использовать. А я уже не смогу ее использовать. А если человек теряет вот эту способность распознавать эти знаки, ну, чувствовать мир, ну, кто-то видит, кто-то чувствует, если эта способность теряется, ну, все, очень плохо, человек, ну, он как слепой. С ним мир тогда начинает разговаривать на языке силы. Понимаете, о чем? Или на языке болезни, или на языке боли. Что знак идет сначала тонкий, тонкий намек, потом идет грубый намек, пока намек, потом идет прямой удар в лобешник. Бах. О, все понял, все понял. А некоторые после этого не понимают. Ну, все так. Вот и все. Это и есть восприятие. То есть интуитивный канал восприятия, он как раз таки позволяет вам распознавать эти знаки, знаки мира, которые вы можете видеть в одну единицу времени. Количество знаков в одну единицу времени. То есть если за целый день никаких знаков не увидели, ну, надо уже задуматься. Дежавю тоже знак. А знак чего? Знак того, что вы на верном пути. Давай-ка, ты ищи, ты ищи, ты ищи, ты ищи, ты ищи, ты ищи. Как такая корректировка. Ага. Дежавю. Ага. Все верно. Идем дальше. Все. Ну, вот про знаки можно там. Допустим, что ты хочешь написать, но у вас там сети нет, да, допустим. Ты там упорно что-то пытаешься перезагрузить телефон, то у вас тебе в голову приходит, потому что не надо сейчас писать. Да. 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 Это тоже, это тоже может. Да. Да. Очень часто выходит, что вы дожидаетесь сеть в таком состоянии, пишите вот так вот. И это просто потом еще может против вас. И ты понимаешь, зачем я это писал? Ну, такая мысль. Была же мысль. Оставь это. Оставь это сообщение. Не надо. Оставь это. Ну, это так, явный знак. Вообще, через гаджеты очень нехорошо это видно. Коп тебе сообщение пришло. А в этом сообщении ответ твоей глобальной, решение твоей глобальной проблемы. Да. Класс. Вам просто отбалды кто-то там накалякал. Да. Ну, просто недавно тоже слушал опять, переслушал. Да. Оставь это. И тоже там говорится о том, что легкий путь он сам тебе в руки идет. Тяжелый путь ты должен что-то добиваться, добиваться. То есть, если ты чего-то уже испытываешь, негатив, путь сделки, лучше его оставить и оно само потом где-то как по маслу все такое. Да. Ну, все на словах оно красиво, конечно же. Конечно, так и есть. Красота. Все все понимают. Где-то надо потрудиться тоже. Вот и все. То есть, все равно нужно доводить до реализации какие-либо знания. То есть, реализовать. Когда вы что-то реализовали, то вы провели через себя энергию того или иного рода. Все. Все просто. Ну, что, друзья. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, на этом все. Если вопросов не осталось. Все. Ну, пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok